Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы». Чтение на каждый день. Если нам хочется, чтобы то или иное дело не обнаружилось, то стоит взвесить. Почему? Не потому ли, что оно недоброе, греховное? Размышления на Деяния Апостолов, 14 глава, с 13 по 18 стихи. Что вы это делаете? Довольно часто такой вопрос уместно задать себе и своему ближнему. Ответ на него может отрезвить и даже отвести нас от беды. В данном случае люди готовились принести Варнаве и Павлу жертву, приняв их за богов. Апостолы едва убедили народ не делать этого. Конечно, это совершенно неразумно, приносить жертву какому-либо человеку. Однако люди и по сей день делают очень много неразумного. Невозможно остановить всех, кто делает что-то неразумное. Но очень уместно, прежде чем за что-то взяться, спросить себя, что я собираюсь сделать? Доброе это дело или злое? Полезно иногда поразмыслить и о том, что мы делаем по привычке. Угодно ли это Господу? Несет ли оно мне и моим ближним добро? Четверо прокаженных пошли в стан осирийцев и, обнаружив, что там никого нет, набрали себе золото, ели и пили то, что нашли в шатрах. Потом они опомнились и сказали друг другу, не так мы делаем. Они уведомили царя о том, что произошло, и в итоге исполнилось предсказание Елисея. Ссылка на четвертую книгу царств, седьмая глава. Бог учил Каина распознавать, насколько хорошо то, что он делает или собирается делать. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Книга Бытие, четвертая глава, седьмой стих. Каин не внял совету Бога и сделался братоубийцей. Господь Иисус учит нас, как отличать добрые дела от злых. Ссылка на Евангелие от Иоанна, третья глава, двадцатые и двадцать первые стихи. Если нам хочется, чтобы то или иное дело не обнаружилось, то стоит взвесить. Почему? Не потому ли, что оно недоброе, греховное? Если так, то надо немедленно остановиться. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Евангелие от Иоанна, восьмая глава, тридцать девятый стих. Говорит Иисус иудеям. Для того, чтобы делать добрые дела, надо быть добрым по своей сути. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? Евангелие от Матвея, двенадцатая глава, тридцать четвертый стих. Дети Божьи должны во всем поступать достойно своего небесного Отца, иначе они будут осуждены. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Первое послание Петра, первая глава, семнадцатый стих.